Он вырос в скромной семье, отец у него был простым рабочим, а мать подрабатывала обыкновенной уборщицей. Всем привет, с вами Алексей Янков и сейчас я расскажу вам интересные факты о лучшем игроке планеты, который творит все возможное и невозможное на футбольном поле. Леонель Месси, поехали! В школьные годы на первом месте у Лео был только футбол. Ему не нужно было прогуливать школу. Если он не хотел идти в нее, то так и говорил своей маме, что ему нужно поспать подольше, чтобы подготовиться к тренировке. И она всегда соглашалась. Кто бы мог подумать, что первый контракт Леонеля Месси подписан не на золотом папирусе и не бриллиантовой ручкой. Первый контракт аргентинского футболиста с Барселоной оформлен на обыкновенной салфетке. Да-да, на бумажной такой салфеточке, которой мы руки вытираем. Спортивный директор Барселоны был настолько впечатлен навыками Лео, что сразу же захотел подписать контракт. Но никакой бумаги рядом не оказалось. Сейчас эта салфетка является экспонатом музея испанского клуба. После зачисления в Барселону, юному Месси делали инъекции гормонов роста. Если бы не дорогостоящее лечение, Леонель вряд ли бы вырос выше 140 сантиметров. Благодаря инъекциям Месси удалось дорасти до 169 сантиметров. При этом Леонель забил головой один из своих важных голов в финале Лиги Чемпионов 2009 года. А в мае 2012 года Месси предложил полностью оплачивать лечение 6-летнего мальчика, который хотел стать футболистом, но не мог этого сделать из-за дефицита гормона роста. Кто знает, может быть, когда он вылечится, станет великим футболистом, сказал Лео. Шокирующее число фанатов Месси. Их более 150 миллионов. Представляете, что будет, если собрать всех их в одном месте? 150 миллионов! Это же больше, чем население всей нашей огромной страны! И, кстати, Лео не так уж и дружелюбен к своим юным фанатам. В одном из матчей Ла Лиги молодой болельщик Гранады вышел на поле и попытался обнять Месси. Леонель отшатнулся, оттолкнул малыша, позвав охранников, которые увели юного любителя футбола. А спустя месяц этот же мальчик попытался сделать то же самое с Криштиану Роналду. Реакция португальца была совсем другой. Ну а куда же без этих вечных споров? Кто лучше, Месси или Роналду? Мне кажется, из-за этих баталий мир сошел с ума. Пару дней назад произошел такой инцидент. Извечный спор перерос в драку, в ходе которой чувак запустил в своего товарища стакан, но промахнулся. Попав в стену, стакан разбился. Другой чувак схватил осколок и всадил другу в горло, что привело к гибели, заявил инспектор полиции. Месси проиграл вратарю-роботу. Аргентинцу было предложено пробить пенальти очередному чуду техники, созданному в Японии. Ох уж эти японцы. Он сумел поразить ворота лишь с третьей попытки. Первый выпад самого грозного Галеодора современности, улыбчивый кусок пластика, закрепленный посередине каркаса ворот, отразил бы играючи. Попади он в створ. Второй выстрел Лионеля приняла на себя крестовина. Лишь с третьей попытки Месси сумел отправить мяч в сетку, буквально пробив вытянутые руки робота, от которых пущенный со скоростью 133 км в час, снаряд угодил в левую девятку. Невероятно, но три года назад Месси мог оказаться в тюрьме. В начале июня 2013 года Месси обвинили в неуплате налогов на сумму более 4 миллионов евро. Это примерно 160 миллионов рублей. По версии испанских властей, Лионель скрывал информацию о своих доходах для ухода от оплаты налогов с 2006 по 2009 годы. В свою очередь, аргентинец заявил, что он никогда не нарушал закон. У Месси худший дебют всех времен. Первый матч за сборную Аргентины Лионель провел 44 секунды. 44! Карл! Месси получил красную карточку через 44 секунды после выхода на замену. В игре против сборной Венгрии 2005 года Лео очень сильно любит свою бабушку. На левой лопатке у Месси нанесена татуировка с изображением его бабули. Если вы внимательно следите за игрой Месси, то наверняка обратите внимание на его празднование гола. Поднимая к небу указательные пальцы и смотря наверх, каждый забитый мяч Лео посвящает своей умершей бабушке. Я делаю это, посвящая голы бабуле. Именно она отвела меня в секцию футбола, но теперь уже не видит всего того, что происходит со мной. Тем не менее, она продолжает помогать мне и моей семье. Итак, приятель, наш выпуск подошел к концу. Поставь лайк этому видео и обязательно подпишись на мой канал. Также обязательно напиши в комментариях, про какого футболиста ты хочешь увидеть следующий выпуск. А следующий выпуск выйдет только тогда, когда под этим видео наберется 1000 лайков. Я думаю, мы сможем, и это будет очень легко. Пока!